всем привет с вами снова я ольга романова и мой канал училка физкультуры в эмиратах ставьте лайк подписывайтесь и сегодня мы отправляемся в гости к шейху заеду первый президент эмиратов великий президент и просто отличный человек единственный президент дело в том что когда нашли нефть и эмираты в одной части стали богатой страной он поделился не только с шейхами а со всеми местными людьми поэтому шейху заеду большой респект а сейчас посмотрим как он жил и маленькие кусочки истории эмиратов также покажу вам дворец вот этой вот стороны здесь написаны элейн фэлэс мьюзи ну все его называют как музей шейха заеда построен он был в 1937 году отреставрирован в девяносто восьмом и открыл свои двери для посетителей в 2001 году и вход сюда кстати бесплатный все пойдем теперь внутрь мы надеемся что он открыт вроде в гугле смотрели было открыто тем причем кейгу и вилчатка причинал я с чуя а у этой вот максимум 300 человек у меня сейчас кажется очень мало людей мы сейчас буквально одни вот такие вот здесь башенки мне всеми напоминают песочные пирожные знаете такая прекрасная тишина когда ты смотришь достопримечательность а людей нету вот и шейх заят шейх очень любил охоте охотиться и соколиная истребиная охота здесь очень популярна смотрите какой класс действительно никого нету мы одни здесь фрагменты истории фрагменты жизни шейха заеда его семьи у шейха заеда 19 сыновей и кажется 14 дочерей вот а женат он был судя по википедии раз 79 хотя по законам мусульманства больше четырех жен быть не должно ну судя по всему видимо он разводился не знаю вот конечно на лавочках сидеть нельзя тип social distance а это все арабская вязь башь поверить не могу здесь никого нету какой же класс поэтому просто смотрим узоры орнаменты наслаждаемся кстати хочу обратить внимание на фонарики это просто чудо вот такой уютный дворик и снова зайдем внутрь это кстати картина мне кажется фрагмент из оазиса в азис мы с вами обязательно попадем вот еще дворик красота то какая вот если в дубае такие достопримечательности как парус отель бурж аль араб бурж халифа когда-то было самое высокое здание то таких сильно древних достав там нету это все здесь у нас в ляйне за все время я еще одну охранницу здесь встретила и все людей нету позади меня комната семейного древа эль нахаянов эль нахаяна эта фамилия шейхов абу даби элянь предлежит камерату абу даби а дубаи шейхи там эль мактумы шардже эль кассиме то есть если вы видите фамилию эль нахаян это значит шейх абу даби сейчас пойдем посмотрим древо шейха за и до султана эль нахаяна ну пошли ага это заят первый это не шейх заят это его предки скорее всего это вот дед потому что отец за это султан вот и фамильное древо как же здесь красиво народ слушайте как повезло что никого нету то же представляете это же снимать нельзя было бы так это у нас кто шахбуд бен султан нахаяну вот шейх заят я его сразу узнаю и вот такие черты лица величественные такие скулы да заед бен султан эль нахаян а вот древо написаны все имена на арабском очень красиво кстати сейчас еще раз подойду мы посмотрим то есть на арабской вязи и вот здесь все 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 шейхи рода эль нахаян меня такое впечатление что в сказочном дворце просто никого нет вы когда-нибудь такие музеи видели а скажу я уже распятый здесь в этом музее мне очень нравится гулять здесь выходить но вот чтобы так людей не было это просто фантастика здесь имена и годы правления на арабском а вот на английском вот смотрим заед бен султан 66 2004 в семьдесят первым он стал первым президентом семьдесят втором добавил к шести эмиратам седьмой раз эль хайма присоединился последний 2004 после смерти великого заеда его сын старший сын шейх халифа стал президентом эмиратов и по сей день он здравствует вот выходим погулять во дворик боже мой действительно никого нету зеленая травка солнышко песочные башенки вот так и жил великий шейх эмиратов и сейчас мы с вами просто гуляем по его двору и он даже эту красоту передать не могу через камеру просто не передается солнце довольно таки меру хотя сейчас 40 все еще зеленые пальмы зеленая трава и песочные башенки просто красота наверно помолчу что вы сами насладились а сейчас пойдем в гости к шейхе фатьме шейха фатима это любимая жена шейха заеда так видим да надпись что здесь шейха фатима и ее дети это ее владение спальне для детей ага ну идем направо сейчас надеюсь вы радуетесь солнышку также как и я так я поняла сюда лезть нельзя хорошо не будем давайте просто обойдем двери очень красивые надо обратить внимание вот красивые двери красивые резные балкончики вот такой вот да да арабский стиль вот пальмочки привет пальмы скоро корона закончится и все будет хорошо если видите на одной из пальмы финики зреют попробую вам увеличить вот 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 зреют финички а мы смотрим дальше огромный дворец и мы с вами одни ходим вот это да просто класс так а где ж комнаты для детей ага вот значит только можно два визиторс ну я одна мне можно кстати помнится как то здесь не разрешали фотографировать и снимать но сейчас охранников то вообще кот наплакал вот какие были комнаты у детей шейха значит наверно сундучок сундучок для вещей какой красивый сундучок открывать его мы не будем конечно итак спасибо что дают снимать часы лампочка лампочка древняя для света шкафчик зеркала так интересно такие наклеечки цветочков сейчас у современных детей наклеечки рок-звезд и вот такая вот кроватка ага еще скажу вот благовония здесь этот наверно ут который просто так меня душит своим запахом и не нравится но местные его просто обожают вот кроватка ну вот и вся комната пойдем дальше дальше выходим идем еще есть несколько спален ну я думаю они все одинаковы ох какое красивое сердце и там вязи арабские надписи это про женщин шейх заят кстати дал возможность женщинам учиться и в 2004 выбрал женщину в парламент то есть вопреки вообще всем канонам и законам шейх заят был просто очень современный человек вдумайтесь поделился еще и женщинам дал такую свободу как учиться и занимать большие должности вот я вот так уважаю просто вам передать не могу вот большой респект такому человеку вот еще одна детская посмотрим немножко другая да ух двери давайте обратим внимание как мне эти орнаменты нравятся ага заходим ну кроватка такая же и вот сразу бросается в глаза нож такой арабский нож на стене сто процентов комната мальчика сундучок коврик шкафчик ну такой как то без цветочков точно точно пацанская комната красивые лампочки и лампочка когда нам нужен свет а нет электричества кстати дерево оно очень очень примечательно в эмиратах называется граб по моему и наши студенты много всяких рассказов и историй делали именно про это дерево даже у нас есть значки такие популярные флаг эмиратов и это дерево вышли из детских комнат идем дальше вот это дерево огромнейшее огромное дерево в красивом дворце шейха заида по которому мы с вами гуляем совсем одни а что ж там дальше интересно точно знаю самая красивая здесь комната шейха заида где он вел все свои беседы о дворик откуда мы поднялись насладились хорошей погодой с солнышком с зеленой травочкой идем дальше так снова детские да наверное нет это шейх заид и его вайб бедрум ух ты спальня шейха заида и его жены ну все ставьте лайк пойдем вот честно честно я вам просто отвечаю в прошлые разы запрещали снимать возможно и сейчас нельзя ага так сначала освещу вам что находится в правой части вот к своему стыду не знаю что это за штучка такая она была сначала в девчачьей комнате с цветочком вот не знаю что это ну конечно меч шкаф совсем обычный сундучок обычный нож ну и вот такая вот кровать скажу так даже маленькая как мне кажется посмотрите как жил президент объединенных арабских эмиратов тот человек который поделился разделил все поровну вот без излишеств без излишеств смотрели спальню шейха заида идем дальше вот насколько такой человек был простой действительно вы знаете сейчас хорошо дышится и не чувствуется что на улице 40 так вот какая-то дверь на замке и даже она не обозначена так окна дверь ну на замке и на замке не будем ее трогать мы граждане законопослушные спасибо что разрешаете нам снимать а я так думаю здесь больше ничего нет нужно выходить видите как аккуратненько сама спальня шейха и жены в очень отдаленном месте и она не проходная вот здесь вот она заканчивается все а дальше мы пришли из детских оттуда мы и уйдем сейчас будем выходить идти на другую сторону великолепного дворца великого шейха заида вот откуда мы с вами вышли вот детские спальни мостик и спальня шейха заида и его жены возвращаемся и будем идти в другой уголок этого музея сегодня была первая часть нашего путешествия по дворцу шейха заида ждите продолжения ставьте лайки и подписывайтесь не расслабляйтесь нажимайте хочу записаться далее поставьте тайну здесь и то и